Получить временное жилье и бесплатное питание могут женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Вот уже 30 лет в регионе работает Центр социальной помощи «Радуга». Как сегодня специалисты взаимодействуют с родителями и детьми, расскажет Юлия Алиханова. Тут у нас стоят тарелки. После еды мы их моем, составляем в шкафчике. Нам составляют меню, все готовим для всех. Да, вот меню. Для взрослых и для детей до года. Условия максимально приближены к домашним. Кухня, душевая, прачечная, игровая и жилые комнаты. В одной из них вместе с дочкой живет Мария Вовненко. Мужа призвали на спецоперацию. Идти было некуда. В Центре «Радуга» девушке предоставили комнату и все необходимое. Ежедневно специалисты помогают молодой маме ухаживать за дочкой. Ведь Марии 19, и это ее первый ребенок. Занятия проходят с детьми. Психологи смотрят, чем ребенок может делать, увлекаться его уже. Живут в социальной гостинице 39 мамочек. Всех объединяет желание научиться самостоятельно воспитывать своего ребенка. Сотрудники Центра не только показывают, как ухаживать за малышом, но и помогают получить образование, решить жилищные вопросы и восстановить семейные связи. После создания данного отделения гостиницы у нас действительно изменилась статистика по отказам от новорожденных детей. Если буквально несколько лет назад у нас в среднем фиксировалось порядка 170 отказов от новорожденных, то по прошлому году у нас более чем в пять раз уменьшилось количество отказов от новорожденных детей. Специалисты, которые работают в этом центре, они полностью сопровождают как женщин, проживающих здесь, так и ребятишек. Здесь работают узкие специалисты, логопеды, дефектологи. То есть они работают конкретно на развитие ребеночка. Центр соцпомощи «Радуга» оказывает помощь и для родителей детей с особенностями развития. Программа реабилитационный семейный интенсив существует три года. Специалисты проводят занятия с учетом особенностей каждого ребенка, а также помогают родителям повысить компетенции. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тимуру шесть. С рождения у него проблемы с сердцем. Вместе с мамой ходят на реабилитацию уже два года. Сегодня у Тимура второе занятие с дефектологом. Мальчик усердно готовится к учебному году. Учится считать, писать и мыслить логически. Реабилитация у нас всегда направлена на развитие ребенка, его психологических нарушений, эмоциональных нарушений. Просто в прошлый раз больше уклон был на игру, потому что он был младше значительно. Сейчас уже все с уклоном на школьное обучение. В коридоре ждет мальчика мама. Пока есть свободная минута, девушка изучает памятки для родителей. Полученные знания Вера закрепляет дома. У нас прогресс очень большой за два года. У нас было хлопание глазами сильно, ушло. А было, уводило так в бок прям сильно. Тоже ушло практически. Мы это победили благодаря специалистам. Все услуги центр оказывает бесплатно. Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в отдел соцподдержки населения, где семьи оформят индивидуальную программу. После чего можно приходить напрямую в областной центр «Радуга». Юлия Алиханова, Андрей Дулепов, Новости ОТС.